Грузинская сказка о бедняке и трех гранатах Витязя Было то или не было, жил один бедняк Ничего нет у бедняка, ни дома, ни двора, что делать? Пошел он в лес, сплел себе лачугу из ветвей и поселился в ней Соберет он вязанку сухих ветвей, снесет в город, продаст, купит хлеба, тем и живет Вот пошел он однажды в город, понес дрова, продал, купил хлеба, идет Заложил он хлеб за пазуху, мерзнет, ежится, плетется в свою лачугу А дорога мимо царского дворца идет Увидела его дочь царя и говорит отцу Смотри, отец, черт идет Посмотрел отец, видит не черт, а человек бедный идет Рассердился на дочь И вовсе не черт, а человек это Нет, что это за человек? И черный какой, и оборванный, говорит дочь Черт это, черт Заспорили отец с дочерью Разгневался отец, кричит Сейчас же за него замуж иди, коли так А нет, тотчас тебе голову сниму Испугалась она, решила все же, чем умирать, лучше идти за бедняка Увязала немного добра в узелок, побежала за ним, зовет Подожди, человек Обернулся бедняк, не поверил, что это его зовет такая красавица Идет себе и не смотрит назад Вошел бедняк в свою лачугу Вошла и она за ним Спрашивает бедняк Зачем ты пришла сюда? Сказала она Затем, что должен ты на мне жениться Испугался бедняк Зачем мне такая жена? Как я ее кормить буду? И говорит Видишь, как я живу? Продам хворост, докуплю краю хлеба А чем мне тебя кормить? А она Не бойся Я и себя, и тебя прокормлю Потом сказала Вот у меня платок с аматкандой Он стоит 500 рублей Цена на нем выткана Возьми этот платок, снеси на ярмарку Прицепится кто? Скажи Цена на нем выткана Продай и принеси деньги Взял бедняк платок и понес на ярмарку Приценился один купец к платку Говорит бедняк Цена на нем стоит Понравился купцу платок Пойдем дома, отсчитаю деньги Говорит он Отвел бедняка домой Отсчитал 500 рублей Покормил еще его И отпустил Принес бедняк деньги домой Соткала жена другой платок И на нем ту же цену вывела Дала мужу и сказала Отнеси и этот на базар Пошел он, понес Носит, носит, никак не продаст платка Приценился к платку один человек Говорит Денег у меня нет А хочешь, я скажу тебе за него три слова Нет, говорит бедняк Я за слова не продаю Взял и принес этот платок домой Спрашивает жена Никто не торговал? Нет, торговал один за три слова Да я не отдал Говорит муж Рассердилась жена Пойди сейчас же Найди того человека И отдай ему платок За те три слова Пошел он опять на ярмарку Ищет, ищет того человека Нашел и говорит Отдам тебе платок за три слова Идем, сказал тот Повел его домой и сказал Первое Не говори ничего, не подумав А подумай и тогда скажи Второе Наговорят тебе на кого Что бы ни сказали Хотя бы Что он убить тебя хочет Не спеши бежать И убивать того человека А узнай раньше хорошенько Правда ли Третье Будешь у реки Подойдет тебе человек Спросит Есть ли здесь брод А ты отмахнешь и да скажешь Есть, мол А он пойдет да утонет Нехорошо это А ты должен сказать Не знаю брат Проверь сам Вот мои три слова Одарил потом бедняка И отпустил Пришел бедняк домой Рассказал жене те слова Сказала жена Смотри же Запомни все хорошенько Пригодится А теперь Хорошо бы тебе пойти куда-нибудь на работу Заработаешь деньги Принесешь Купим упряж Быков И заживем Пошел бедняк Идет в город Встречает в пути Трех купцов Здравствуй Говорят купцы Здравствуйте Отвечает бедняк Не пойдешь ли к нам в бодраки Отчего не пойти Пойду Сколько тебе платить в год 60 рублей Дали ему купцы деньги За год вперед Вот тебе Пошли их домой Взял бедняк И послал Те деньги домой С земляком Сам пошел за купцами Три дня И три ночи Шли они так Нигде воды Не встретили Вышли на одну Горную тропу Только за горой В ущелье И была вода Дали купцы Своему бодраку Кувшин И сказали Там в ущелье Вода Принеси На смерть Они его послали За один Этот кувшин воды Должен погибнуть Бедняк Подошел он К воде Видит Стоит Витязь Красавец Весь в оружии Играет С лягушкой Забавляется Увидел Бедняка Этот Витязь И говорит А ну-ка Брат Скажи Кто красивее Я Или это Лягушка А лягушка Прыгает У него На плече Играет Хотел Было Бедняк Сказать Сразу Что На язык Навернулась Да Вспомнил Совет Не говорить Не подумав И задумался Отступил Даже на Три шага Задумался И испугался Что Если Не понравится Витязю Как скажу Что Он Красивее Той Лягушке Да И Убьет Меня Нет Тут Верно Что То Есть А Тот Торопит Говори Чего Ты Молчишь Подумал Бедняк Нет Лучше Скажу Что Лягушка Красивее И Говорит Лягушка Красивее Того Витязью И Надо Было Только Сказал Бедняк Что Лягушка Красивее Лопнула Лягушатья Кожа И Вышла Из той Кожи Красавица Невидатой Под солнцем Красоты Обрадовался Красавец Витязь Целует Бедняка Обнимает Сколько Я людей Устребил У этой Воды Чтобы Такой Ответ Получить И Заколдованную Красавицу От чара Освободить Теперь Пойди Скажи Скажи Всем Свободна Вода Ухожу Отсюда Подарил Ему Витязь На прощание Три Чудесных Граната Да Золотой Пояс Женский Сказал Возьми Эти Гранаты Пригодятся Тебе А Пояс Если Есть У тебя Жена Пусть На Себя Наденет И Родится У нее Золотокудрый Сын Попрощался Бедняк И Ушел С С С Своей Красавицы Взял Бедняк Завернул Втрепье Те Гранаты Да Золотой Пояс И Послал Земляком К Жене Сам Набрал Воды И Понес Купцам Удивились Купцу Что он Живой Вернулся Спрашивают Был Там Кто У Воды Или Нет Был Да Ушел Сказал Бедняк Свободна Теперь Вода Обнимают Все Бедняка Девятся Что Ты Ему Сказал Такое Что Он Воду Открыл Сколько Уже Лет Как Мучаемся Без Воды А Земляк Отнес Жене Бедняка Все Завернутое Втрепье Богатство Развернула Жена Один Гранат И Из одной Только Половины Вырос Прекрасный Плот С дворцами Досадами Пустила На В поле Табуны Коней От Орой Вес До Стада Буйволов Наняла Пастухов Живет Ждет Мужа А Бедняк Отслужил Свой год Подарили Ему Купцы Еще денег За хорошую Службу И отпустили Не Нужен Им Больше Слуга Вода Свободна Из-за Той Воды И Нанимали Они Бодраков Пошел Бедняк Домой Ищет Свою Плетеную Лачугу Идет Видит Пасутся Буйволины И стада Спрашивает Он Пастухов Чьи Это Стада Назвали Ему Пастухи Его же Имя Обиделся Он Рассердился Даже Думают Смеются Над ним Да Ничего Не Сказал Пошел Дальше Встретил Дорогой Овечьи Отары Спросил Чьи Они И тут Тоже Назвали Его Имя Приходит К лесу Смотрит Нет Больше Его Плеченой Лачуги А на Еем Месте Огромный Дворец Задумался Бедняк Вошел Потом Во двор Где Такая Эта Женщина Живет Спрашиваю Про Свою Жену Госпожа Наша Вот Там На Холме Во Дворце Говорят Ему Девица Бедняк Не Поймет Ничего Высыпали Со Всех Сторон Слуги Спрашивают Что Ему Надо Не Ищет Ли Работу Не Пойдет Ли Батраки Да Сказал Он Пойду Заговорили Все Зашумели Одни Говорят Не Нужно Нам Другие Нужен Один Старик Гущатника Говорит Я Возьму Его Гущей Истеречь Наняли Его Прошел Так Месяц Работает Этот Бедняк По счет Гущей Вот Однажды Говорит Он Старику Хочу Я Поведать Госпожу Я То Не Смею Пойти К ней Говорит Старик А Вот Девочку Разве Послать Послали Девочку Сказали У нас Уже Месяц Хочет Поведать Ее Пошла Девочка Доложила Вышла Госпожа На Балкон Думает Может Это Муж Мой Вернулся Верела Слугам Привезти Его К себе Идет Он Думает Что То Будет Увидела Она Его Сверху Узнала Приказала Слугам Возьмите Его На Руки И так Пронесите Чтобы Нога Его На Землю Не Приступала Побежали Слуги Подняли Его На Руки Кричат Здравицу А Сами Щиплют Его Злятся Отчего Это Простому Гусятнику Такой Почет Поставили Его Перед Госпожой Отпустила На Всех Слуг Отдела Его Нарядила Взяла Его Потом Под Руку Гуляет С Перепугались Слуги Как Узнали Что Это Хозяин Думает Поразгонит Он Нас Всех А Он Не Сердится И Не Гонит Никого Пошел Осматривает Комнаты Видит В одной Комнате Колыбель Золотокудры Мальчиком Разгневался Он Схватился За кинжал Хочет Бежать Убить Жену Да Вспомнил Слова Того Человека Подумать Прежде Чем Ити На Убийство Задумался И Вспомнил Как Послал Ей Золотой Пояс И Что Сказал Тот Витязь Вспомнил И Понял Что Это Видно От Того Пояс И Родился У Жены Золотокудры Мальчик Пришла Жена И Говорит Вот Все Это Ты Заработал Помнишь Как Прислав Мне Три Граната И Золотой Пояс Весь Этот Город И Дворец Все Это Построило Я Только Из Половинки Одного Того Чудесного Граната А Два Располненные Гранаты Еще До Сих Пор Целы Так Дороги Они Что Никто Их Разменять Не Может Обрадовался Живут Они Так Весело И Счастливо Сказала Жена Пригласи Моего Отца Хорошо Сказал Муж Вывели Из Табуна Белого Коня Серебряным Седлом Оседлали И Все Упряж Серебряную Надели Нарядили Слугу Белую Черкеску И Послали Звать Царя Отца В гости Приказали Слуге Не Говори Никому В пути Да и Самому Царю Не Говори Что Ты Наш Слуга А Скажи Только Ваш Зять Попросил Меня Позвать Вас К себе В гости Приехал Слуга К Царю Говорить Ваш Зять Просит Вас К себе В гости Посмеялся Только Царь И Говорит Слуге Не Стыдно Тебе Такому Молодцу Передавать Поручение Этого Несчастного Нищего Как Только Он Смелости Набрался Звать Меня Царя В гости Поехал Слуга Обратно Рассказал Как Его Царь Принял На Другой День Взяли Из Табу На Красного Коня Оседлали Золотым Седлом Слугу Одели В золотое Платье И Послали К Царю Приехал Слуга Поедем Возьмем Своих Слуг Еду Вызовем Его В поле Денег Подарим Взять Он Нам Все Приехал Слуга Доложил Хозяевам Так И Так Царь Со Своей Едой Едет Царь Видит Атар Овец Спрашивает Чие Это Назвали Ему Имя Его Зятя Едет Дальше Видит Пасутся Табуны Коней Спрашивает Чие Это Табуны И Опять Назвали Его Зятя Оглядел Царь Табуны Велел Бросить Всю Еду Чтоб Дорогу Взяли Вернул И Всех Слуг Говорит Видно Разбогатив Мой Зять Сидно Приезжать К нему Со Своей Едой Дослугами Приехал Видит Город Чудесный А Посреди Города Дворец Дочь Его С мужем На Балконе Гуляют Поднялись Царь С царицей Наверх Обняли Дочь До Зятя Целуют Сказала Дочь Что Ж Вы Не Ехали К нам Зазорным Считали Вошли В зал Заставлены Стол Кушаниями Да Такими Каких И Не Видел Царь Никогда После Обеда Сказала Дочь Отцу Разминаем Деньги Вынесла Два Граната С Половиной Говорит Вот Если Можешь Разменяй Два Граната Разменял Царь Кое Как А Половину Уже Не Сумел Не Хватило У Ню Денег Благословил Царь Своего Зятя Повесил На Него Свою Цепь И Посадил Царствовать Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова